МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скоро год, как мы, граждане России, обязаны платить за капитальный ремонт. Эти изменения в законодательстве вызвали немало споров и недопонимания среди жильцов многоквартирных домов. Но постепенно работа государственной программы вошла в нужное русло. И если сегодня возникают проблемные случаи, то только в частном порядке. Некоторые дома уже отремонтированы, и мы можем подводить первые итоги. Для начала предлагаю разобраться, что такое капитальный ремонт и какие виды работ в него входят. Капитальный ремонт – это замена и восстановление конструкции объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих, замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели. Проще говоря, в капремонт входит ремонт внутридомовых инженерных систем, электричество, отопление, горячей и холодной воды, газа, водоотведение, ремонт или замена лифтов, ремонт крыши, ремонт подвалов, тех, что относятся к общему имуществу – ремонт фасада, ремонт фундамента. Помимо этого, в субъекте России могут дополнить список работ по капремонту, включая в него следующие пункты – утепление фасада, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю, установка коллективных приборов учета. Жители дома тоже имеют право расширить список работ. Для этого собственникам помещений нужно на общем собрании проголосовать за то, чтобы ежемесячный взнос на капремонт превышал минимальные значения. Тогда все, что пойдет сверх минимума, собственники смогут тратить на ремонт дома по своему усмотрению. Полный перечень работ, которые относятся к капитальному ремонту, позволяет легко понять, на что смогут рассчитывать жители дома, желающие, чтобы их многоквартирный дом действительно привели в порядок, а не ограничились косметической покраской стен в подъезде. Капитальный ремонт общего имущества осуществляется в обязательном порядке во всех многоквартирных домах на территории России. При этом не признаются таковыми дома, блокированные застройки, то есть те, в которых выход из каждой квартиры осуществляется прямо на улицу, а не на лестничную клетку. Новостройки включаются в региональную программу капитального ремонта не ранее, чем через год, но не позднее пяти лет после ввода в эксплуатацию. При этом с июля 2015 года регионы России могут принять решение об освобождении новостроек от обязанности по внесению взносов на капитальный ремонт на срок до пяти лет. С другой стороны, когда бы жители не начали собирать деньги, через определенное количество лет дом состарится, и потратить их все же придется. И лучше, чтобы в этот момент средств на счете было достаточно. Согласно законодательству, 70% финансирования программы капитального ремонта домов ложится на плечи жильцов, 30% выделяется из бюджета. После того, как прошла всеобщая приватизация, резонно, что за сохранность своего дома отвечают в первую очередь собственники. Но, как и везде, здесь присутствуют льготные категории граждан. Скидка в 50% предоставляется ветеранам войны, труда, труженикам тыла, блокадникам, чернобыльцам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами. Полностью освобождены от взносов жители аварийных домов. Всего в столице республики фонд капитального ремонта формирует 1929 многоквартирных домов. Копить деньги можно двумя способами. Насчет регионального оператора, его еще называют в общем котле, сегодня так копят 81% чебоксарских домов. И на специальном счете, открытом для конкретного дома, так выступают остальные 19%. В чем основные отличия и преимущества этих вариантов? Основной принцип общего котла ежемесячно платят все, а ремонтируются в порядке очереди, установленной региональной программой. Примерный период ожидания – 3 года. Сроки определяются программой, исходя из степени износа дома. Размер износа – 5 рублей 50 копеек за квадратный метр. Если денег на счете будет недостаточно, поможет бюджет, но их придется вернуть. В отличие от общего котла, на специальный счет перечисляются средства, которые платят жители только одного конкретного дома. И, соответственно, потратить их можно только на компремонт данного дома. При этом жильцы определяют размер взноса и когда проводить ремонт. Но если на этот момент денег на счете будет недостаточно, помощи из бюджета ждать бесполезно. Однако, возможно взять льготный кредит в банке. Владельцам специального счета в банке, то есть на чье имя будет открыт этот спецсчет, могут быть ТСЖ, в состав которого входит только один дом, или несколько домов, если они расположены в пределах одного земельного участка и имеют общие инженерные сети, жилищный или жилищно-строительный кооператив, управляющие организации. Такое право им предоставлено с января 2015 года. И региональный оператор. На его имя тоже можно открыть спецсчет, средства с которого пойдут на ремонт только конкретного дома. Если собственники помещений примут такое решение, то средства на капремонт их дома будут храниться у регионального оператора не в общем котле, как у всех остальных домов, а на отдельном счете в банке. В каком банке открыть спецсчет? Этот вопрос должны решить сами собственники. Основное условие – это должен быть российский банк, величина собственных средств которого составляет не менее 20 млрд. рублей. В случае, если специальный счет открывается на имя регионального оператора, собственники могут поручить ему решить вопрос с выбором банка. Тогда кредитная организация будет выбрана по результатам торгов. Следует знать, что с принятием в июне 2015 года федерального закона номер 176 появилось основание для перевода многоквартирного дома со специального счета на общий счет регионального оператора. Такое решение может принять Государственная жилищная инспекция, если собираемость взносов на капитальный ремонт составит менее 50% от начисляемых сумм. В то же время, в случае необходимости по решению собственников на общем собрании они могут забрать деньги с общего котла, открыть свой счет и перевести туда средства. Какой способ накопления удобнее – решать, конечно же, вам. Оплатить взнос можно через Сбербанк России, в отделениях Почты России и через платежные терминалы «Симметрия». Для собственников, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора, размер комиссии при оплате взноса на капитальный ремонт составляет. Через Почту России взимается комиссия в размере 1,5% от суммы платежа, но минимум 10 рублей. Через платежные терминалы «Симметрия» с оплатой комиссионного вознаграждения в размере 0,5% от суммы платежа. При оплате в отделениях Сбербанка в терминале или в системе Сбербанк Онлайн комиссия не взимается. В теории все может выглядеть наилучшим образом, но как на самом деле выполняется программа капитального ремонта? Этим вопросом задались не только мы. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и пришел к выводу. Каждый пятый россиянин отмечает улучшение качества услуг ЖКХ. Что по этому поводу думают чебоксарцы? Во время недавнего визита заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис провел осмотр домов, которые вошли в программу капитального ремонта. Пообщался с жителями и удостоверился. Статистика не обманывает. Дом номер 24 по проспекту Ленина один из первых попал в программу капремонта. С года постройки прошло 57 лет. Замена требовала всю. Системы электровода и газоснабжения, канализация. Основные работы провели летом. Газовые трубы еще предстоит заменить. Канализация была в ужасном состоянии. Подвалы наши были затоплены регулярно канализационными стоками. Поэтому нас, во-первых, поддержала администрация города, потому что включили в первый год в программу. Ну и второй региональный оператор помог нам, естественно, на стадии отбора конкурсного подрядчика. Что люди по платежам говорят? Сейчас делали ремонт канализации. Как к этому отношение? Ну вот у нас, конечно, в доме тоже были люди, которые говорили, что, ну не знаю, будут делать капремонт, не знаю, не будут. То есть до начала работ определенная часть, небольшая, значит, принципиально не платили. Ну вот сейчас, после того, как дом был сдан, начиная, вот в августе у нас собираемость была 87% в августе, но у нас еще почти 1000 квадратных метров нежилые помещения. На них просто, ну там ошибка вышла, не выписывали лицевые счета на каждого собственника, их 5, на одного собственника выписывали. Поэтому 1000 квадратных метров, когда 5500, это большая доля. Поэтому сейчас у нас собираемость 67%, но без нежилых, если бы нежилые были отлачены. Да, это все, да, ну то есть у нас больше 90. Вы же, Владимир, вы это платите? Платим. Как отремонтировали? Хорошо, очень хорошо, очень довольна. А жить не мешали? Жить, ну только вот на период ремонта, но так совершенно не... Ну нормально, культурно? Хорошо, очень культурно. Яных строителей не было? Нет, очень вежливые, очень отзывчивые, так что для нас очень важно это. ЖКХ меняется. Эти слова то и дело мелькают в прессе. Но то, что от чебоксарцев не поступает отрицательных отзывов о качестве проведенных работ, сильно удивило заместителя министра. Поэтому следующие адреса для проверки Андрей Чебес выбирал случайным образом. Едем на Ивана Франко, 16. Главной гордостью жильцов дома по улице Ивана Франко является их обновленный теплоузел. Когда сейчас ремонт начали делать, то уже сделали вот такой узел и плюс еще обогрех вогрех. То есть происходит так, что если раньше мы воду брали горячую, и чтобы она дошла до нас, проходило очень длительное время. Сейчас она буквально через две минуты уже горячая вода идет. За счет вот такой системы. Дом по адресу Кирова 6 старше двух предыдущих. Построен в 1940-м. Несмотря на возраст, ветхим это жилье не назовешь. Выразведем ремонт кровли, потом электрика, канализация и водоснабжение. Сейчас такие нормальные. Да, можем пройти посмотреть. Пойдемте, поднимем. Понимание у соседей, что капитальный ремонт дому необходим, пришло давно. Проблем с неплатежами не возникало. Как отмечают жильцы, с советского периода здесь сохранились не только стены, но и общечеловеческие ценности. У нас, во-первых, маленький дом, и мы вообще живем, понимаете, как своим семейством. Мы все очень дружим в доме. Поэтому у нас собрание, мы собираемся, все обсуждаем и приходим к одному общему решению. У нас вообще задолженности ни по оплате, ни по комплименту нет. Вот таким домам только надо делать, помогать. Иногда приходим, собираем износов низкое, жильцов не можем найти, по два месяца ищем, где... Ну, у нас вообще в доме такого нет. У нас идеальный порядок. Вот идеальный порядок. Вот таким домам будем, в первую очередь, в следующем этапе помогать. Деревянная крыша, высокие потолки, просторные квартиры, отсутствие подвалов. Эти особенности повлияли на характер работ. Чтобы поменять трубы, к примеру, приходилось скрывать полы прямо в квартирах. Канализация вот туда, в зал у меня. И вот ребята с компанией Барри, они прямо сидели, чтобы мне вот это все не ломать, руками вот так вот прорывали в зал, проход, чтобы не ломать мне стену. Это все вырывали фактически? Нет, здесь все было вырато, но вот она идет, канализация, и вот отсюда, и вот там, я говорю, чтобы стену не ломать, там вообще ничего не сломано. Все вообще, даже ни капельки щелочки не оторвали. Люди вообще рассуждают в нашем доме, по крайней мере. Когда мы живем в частном доме, мы же все делаем сами за свой счет, а почему здесь как бы кто-то нам должен прийти и сделать? Честная, правильная философия. Все попытки федерального чиновника уличить граждан и местную власть в сокрытии достоверной информации о недобросовестных подрядчиках оказались неудачными. И это вызвало не только удивление, но и надежду, что с аббревиатурой ЖКХ перестанут ассоциироваться только отрицательные эмоции. Первый дом был запланирован. Все остальные дома, то, что на Иванов ранком мы поехали и сюда поехали, коллеги не знали, куда мы поедем. Взяли список отремонтированных домов и ткнули пальцем и поехали. Учитывая, что Чапаевский поселок мой родной, конечно, для меня принципиально важно было сюда приехать и посмотреть. И во всех трех этих домах видно, что хотя разные подрядчики, что работы сделаны качественно, это принципиально важно отношение системы к людям, отношение жилищно-коммунального хозяйства, сотрудников ЖКХ к простым горожанам, простым жильцам этих домов. Здорово, приятно удивлен. Отношение людей, слова людей лучше, говорят, лучше всяких отчетов, фотографий и видеороликов. То есть ЖКХ меняется, мы видим и изменение отношения, но и люди совершенно по-другому относятся и капремонт сделан достойно. Сегодня вопрос платить или не платить уже не стоит так остро, как в начале года. Собираемость взноса в Чебоксарах составляет 59%. Но в ходе реализации совершенно новой для всей нашей страны программы возникают частные проблемные случаи, которые присущи конкретному дому. Разобраться в них помогает региональный фонд капитального ремонта. 79 домов подлежат капитальному ремонту. На сегодняшний день все ремонтные работы выполнены, кроме ремонта системы газоснабжения. По ремонту системы газоснабжения у нас будут охвачены 68 многоквартирных домов по городу Чебоксары. Были моменты, когда собственники приходили к нам и говорили, зачем нам ремонтировать систему газоснабжения. Визуально действительно трубы вроде бы целы, но опыт показывает, сейчас мы выполнив ремонтные работы по некоторым многоквартирным домам уже вот срезы и уже вот эти значит уже трубы показывают, что действительно они изношены изнутри. А чаще всего это муфтовые соединения. Вот к примеру возьмем тот же самый Бондарева 15. Жильцы оказались узниками своего же желания, наверное, потому что они значит по их желанию был заменен фасадный газопровод, значит введены в подъезды и жильцы не допустили подрядную организацию по ремонту внутри квартиры. Внутриквартирную разводку они не дали ремонтировать. Пришлось соединиться к существующей разводке. При опрессовке выявляется факт утечки газа. Получается это в основном это в первую очередь муфтовые соединения внутри квартиры пропускают газ. Соответственно есть потери газа, а это чревато последствиями. Нужно же конечно же попадать в каждую квартиру и нужно допускать каждую подрядную организацию для замены системы газоснабжения. Ведь нам самим же будет спокойно и безопасно находиться в своих помещениях. это все-таки в первую очередь безопасность. Мы конечно прекрасно понимаем у нас в квартирах имеется дорогостоящие оборудование, ремонт сделан таким образом, что закрыты внутриквартирные проходящие трубы. Их нужно нельзя закрывать. К ним доступ нужно оставить однозначно. Приходится в ином случае вскрывать дорогостоящие ремонтные работы выполненные ранее и конечно же потом восстанавливать допус он должен быть. А проблема с которой чаще всего сталкиваются сами жильцы это неразбериха с платежными документами. Кто-то получает несколько квитанций, а кто-то наоборот не одной. Когда собственники не получают платежный документ, они думают, что им оригинальный оператор не выставляет платежные документы. Но мы когда уже смотрим, чаще всего это в первую очередь это дома, которые выбрали специальный счет. По законодательству предусмотрено, что собственники самостоятельно определяют то лицо, которым непосредственно будет оказывать услугу по формированию платежного документа. Вести лицевые счета, выставлять платежные это тоже услуга. Они это могут заказывать как своей управляющей компанией в ТСЖ или у регионального оператора. Даже по закону получается, даже когда региональный оператор является владельцем специального счета. У него нет обязательства по формированию квитанции в данном многоквартирном доме. И этот вопрос все-таки нужно решать на общем собрании собственников помещений, у кого они его будут заказывать. А чтобы горожане не путались в бумажках, в Чебоксарах предложили новую систему оплаты взносов. С 1 сентября потребители услуг ЖКХ могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и капремонт по одной платежке. Жилец имеет возможность заплатить за услуги, которые у него в единоплатежном документе, не только на территории своей управляющей компании, но и на территории любой управляющей компании, заключившей с нами договор. Также по принципу единого окна он имеет возможность получить все консультации относительно жилищных вопросов в том месте, куда и пришел оплатить. В первый месяц после введения новых квитанций собираемость взносов за капитальный ремонт увеличилась до 80%, хотя в среднем по городу эта доля сравнительно ниже. Оплатить такую квитанцию также можно в любом удобном месте. И все же, есть ли сегодня возможность не платить за капремонт? Да, и такое возможно, но придется отдать право собственности на квартиру муниципалитету, то есть деприватизировать ее. За капитальный ремонт будет платить город, а вы будете спокойно в ней проживать, но после вашей смерти она полностью перейдет в муниципальную собственность. Вполне приемлемый вариант для тех, у кого нет наследников. Для большинства россиян квартира это единственный капитал, которым они могут распоряжаться. Обменивать, дарить, продавать, завещать своим детям. И наверняка каждому важно сохранить ее в хорошем состоянии. Поэтому ежемесячный взнос за капитальный ремонт это скорее инвестиция в будущее, нежели очередная трата денег. Это была программа Комфортный город. Программа для тех, кто любит свой город и хочет сделать его лучше и удобнее для проживания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова